всем привет меня зовут александр и тема сегодняшнего видео не совсем обычная то есть я обычно такие видео называю разобрать чтобы выбросить вышел из строя монитор вот как бы но все я определил его на выброс но как обычно решил все-таки заглянуть вовнутрь посмотреть как он устроен может быть визуально увидим в чем причина поломки вот хотя ремонтировать его честно говоря не собираюсь кому интересная небольшая предыстория как значит был выявлен именно вот этот дефект что именно проблема с монитором долгое время у меня значит компьютер как почему-то как-то вел себя не совсем адекватно неправильно долго включался я грешил на сам на сам компьютер то есть разбирал системный блок чистил там снимал оперативу там чистил контакты чистил контакты на на видеокарте вот разбиралась все это дело чистил от пыли менял термопасту в общем делал кучу манипуляций проверял компьютер на вирусы в общем проверил все что только можно но процесс запуска был все длиннее 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 в один прекрасный момент он перестал вообще запускаться вот начал грешить искать модуль на менять блоки на в самом компьютере то есть поменял блок питания заменил вот начал грешить уже на видеокарту но так получилось что видеокарты для замены не было покупать новую как-то не хотелось торопиться вот и проблема была в том что и монитора на замену чтобы подбросить другой монитор тоже какой-то промежуток не было но вот все-таки нашел другой монитор поставил и оказалось что проблема не в компьютере компьютер включается буквально вот так вот эта проблема оказалась именно в мониторе но монитор сейчас вообще сдох кто без грубо говоря вообще не работает поэтому но все монитор новый есть с этим отдавать в ремонт смысла большого не вижу тем более он прослужил верой и правдой довольно таки приличный промежуток времени вот техника довольно таки старая на мой личный взгляд то что старенько ремонтировать но как право там если уже все изношено то будешь только насти денежку мастеру хотя в принципе можно попытаться отремонтировать самому но лень вот и так давайте наверно начнем от слов к делу приступим значит к разборке единственно что еще хочу добавить название довольно таки интересное galatec в свое время когда покупали этот монитор я был немножко в таком как бы в раздумье то есть брать не брать потому что на тот момент у меня был водонагреватель тоже также назывался galatec и как-то у меня плохо проводились параллели между монитором и водонагревателем то есть это казалось бы совершенно разные приборы хотя до оба включается в розетку ладно перейдем от слов к делу в общем давайте разберем вот эту штуку и посмотрим что у нас здесь внутри как обычно разбирается это все впервые ни разу я его не разбирал поэтому если что-то буду делать не так или долго не ругайте не ругайте меня ну так получилось значит называется так нету тоже немножко визуально рассматривал здесь сверху у нас никаких шурупов так сказать не видно а вот снизу нашел так раз два три 4 саморезика мы сейчас выкрутим ну а дальше уже будет видно что делать в конце концов если не получится так будем ковырять чем-нибудь более серьезным всегда любопытно заглянуть вовнутрь ну может быть не всем но мне вот интересно а вдруг что-то будет такое что может пригодиться в хозяйстве так ну и что что она мне дает а чё-то он мне ничего не дает так почему-то отделяется передняя часть что я сделал так ладно у по так ну по крайней мере сюрпризов по полу же разбросал будем потом искать а сейчас мне интересует как вот это все снимается а не хочет такое ощущение что здесь не до открутил а я вообще не откручиваю получается этим но поторопился должно все пойти по идее так а дальше чё я догадываю щас у многих как там год глаза слезами так сказать наполнены при виде того что я творю с техникой стараюсь по возможности быть аккуратным хотя зачем не знаю потому что как я сказал вроде как особо беречь нечего хотя в принципе я допускаю что одна из причин довольно таки часто бывает которая с техникой которые давно уже эксплуатируются это просто конденсатор электролитические чаще всего они со временем пересыхают теряют емкость и бывает этого достаточно чтобы техника не работала бывает вздуваются принципе как следствие тоже нет нет не работает на так как нужно поэтому запросто может быть какой-то один из электролитических конденсаторов вышел из строя этого так ну рамку снял вот правда не без не без каких-то лишних запчастей что-то отломал все таки так ну и что ну хорошо снял я еще дальше что-то как-то на разбор как откуда началась откуда-то сзади почему-то так ну это ладно это мы сейчас открутим это у нас самое не интересует вот это как а вот вот у ребяток а тут все так просто есть прям настолько все просто что прям проще некуда в принципе тут как бы вроде и ломаться то практически нечему сейчас сейчас я вот эту штуку откручу уберу чтобы было лучше видно по крайней мере посмотрим на устройство вот эту ножку сейчас открутим чтобы он лежал у нас более лучше так сказать поспокойнее на а принципе зачем я откручиваю пусть будет на месте лишний хлам еще потом нести выбрасывать чтобы так давайте заглянем под монитор что у нас тут есть под монитором у нас вот так вот все это выглядит значит тут у нас все навсего две платы одна вторая и в принципе сам монитор так сейчас мы отключим монитор чтобы он нам не мешал здесь у нас благо все на разъем чеках надеюсь тут никаких стопорных пластинок нету так как бы то так чтобы то на камеру было видно что я делаю в общем сейчас выдергиваю вот этот шлейф вот этот шлейф сейчас выдергиваю так все это просто хотелось бы надеюсь там защелки никак нет нет просто выдергивается так один есть и и теперь 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 2 но вторую можно вытащить либо здесь либо здесь так где я буду вытаскивать так 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 здесь вытащу в общем второй шлейф не знаю как на камеру попасть в В общем, вот он второй, вот он здесь вставляется. Тоже выдергиваем его, просто тянем на себя. Так вот, опа, всё. Вот такая вот запчасть. Вполне возможно, даже рабочая. Вот, убираем пока отсюда. Вот, ну, в принципе, я хочу, хотел добраться именно до вот этого места, заглянуть на саму схему. Во-первых, посмотреть на сами места паек бывает до смешного. Где-то при нагреве пайка ослабла, и просто из-за этого что-то перестаёт работать. Поэтому сейчас вооружимся чем-нибудь таким увеличительным стеклом. Пробегусь, глянусь здесь. Ну, и глянем на сами элементы схемы потом. Три самореза нашёл. Один где-то всё-таки, всё-таки где-то один сюрприз будет. Наступлю, будет неприятно. Так, смотрим, что у нас тут есть. Ну, визуально я бы сказал, что вроде как всё нормально, но поживём и видим. Так, сейчас откручиваем. У нас, значит, питание подаётся сюда. Значит, это у нас импульсный блок питания. Вот, знаете, начнём с него, наверное. Одна из причин – это проблема с питанием. Я-то ожидал здесь увидеть такую схему, что здесь всё уху-ху, а тут как бы всё просто. Так, ну и не понял, что тебя держит? Что-то держит. А что держит, как держит? Так, что у нас тут не даёт? Сейчас посмотрим. Так, ну вот эти две, ну, может быть, они не держат. Сейчас открутим, конечно, но что-то вероятность невеликая. Да, зашевелилась. Значит, откручиваем здесь. В принципе, всё. Всё, сейчас снимем. Вот так всё это выглядит. Так, визуально. Кстати, да, вот один конденсатор. Даже, я бы сказал, не один, а два подвздулись. Так что, вполне возможно, причина вот буквально в двух конденсаторах. Даже, я бы сказал, и третий на грани. Сейчас попытаюсь на камеру показать. Не знаю, видно, нет. Значит, вот конденсатор один электролитический. Вот второй, и вот третий. Как вы можете видеть, значит, у нас сверху, ну, очень часто так бывает, как бы вот идёт верхушка как бы крестиком. Вот это сделано специально, что когда идёт перегрев конденсатора, и он начинает сдуваться, чтобы не было прямо такого сильного бабаха, и он начинает сначала как бы вспучивать. И, вот не знаю, вот так, может быть, будет видно, надеюсь. Вот сюда на руку, вот так на виду. Не знаю, правда, не могу сразу контролировать, что это самое. И вот у нас сейчас здесь верхушечка, она уже как бы немножечко так вот подздулась. Если вот в этом конденсаторе она плоская, прям вот идеально плоская вот здесь, то здесь она уже вот так вот идёт, такой вот, как бы, таким бугорком. То есть, вот это уже сигнал о том, что вот этот конденсатор точно надо менять. Причём я так вот, если смотреть, вот этот, вот этот, тоже уже немножко подздутый. Значит, что у нас ещё тут? Вот этот, по-моему, тоже немножко уже это самое есть, имеет место быть. В общем, как минимум, что нужно сделать, сейчас это даже без наличия приборов, то есть, это видно визуально, это поменять три конденсатора, раз, два, три, вот, собрать. И, вполне возможно, техника будет работать. Но, повторяюсь, ремонтировать не собирался, поэтому... Да и, честно говоря, у меня сейчас на данный момент таких конденсаторов нет. Поэтому специально сейчас бежать покупать и пытаться запустить, ну, нет желания, скажем так. Вот, так что, как-то так. В общем, это у нас импульсный блок питания. Вот, ну, а это уже дальше схема пошла непосредственно, значит, через неё у нас идёт, подаётся всё через шнуры. То есть, компьютер идёт, приходит сюда сигнал, и уже всё это дело передаётся непосредственно на сам монитор. То есть, эта схема подключения к монитору уже дальше пошла. Ну, здесь ещё есть какие-то динамики, значит, какая-то небольшая, может быть, схемка есть для... Значит, есть какая-то звуковая схема, вполне возможно, может быть, какой-то стоит усилитель. Ну, давайте разберём, в принципе, глянем, что нам мешает. Что тут есть уже? Смотреть, так смотреть. Хотя, по-моему, здесь у нас... Так, блок питания мы отключим сейчас тоже. Если он отключивается. Что-то не отключается. Кстати, имейте в виду, есть такой ещё нюанс. Я просто знаю, что у меня уже монитор этот стоит очень давно. Вот, поэтому я так спокойно здесь лажу, занимаюсь, как говорится, вот, без проблем. Если у вас техника была подключена к электрической сети, и вот вы её только-только с пылу и жару отключили, и решили залезть, так сказать, вот, вроде всё отключено, и посмотреть, что тут как-то, то будьте осторожны сразу, значит, здесь за всё вот это вот руками не хватайтесь, потому что, вот, допустим, конденсаторы, вот, особенно вот эти, которые в блоке питания, и учитывая то, что он всё-таки сюда подаётся 220 вольт, то вот эти конденсаторы, особенно мощные, они очень часто держат ещё, на них держится остаточный заряд, поэтому они могут очень больно укусить, в том плане, что ударить током, так назовём. Поэтому перед тем, как хвататься, лучше подождать, чтобы это дело всё разрядилось, ну, или в крайнем случае, опять же, всё должно быть выключено, значит, вот он конденсатор наш, значит, вот они два контакта его, чем-то закоротить, чтобы, ну, в общем, он разрядился, как правило, проскакивает искра, когда две ножки замыкаешь. Вот, в общем, вот тут, не знаете, лучше, как бы, поосторожничать немножко, чтобы, ну, не было потом неприятно, вот, и чтобы это не отразилось на вашем здоровье, это такое небольшое предупреждение. Так, ну, что, хотел разобрать вот эту штуку, сейчас глянем, что здесь. Так, раз. Спору нет, забросать меня тапками сейчас за такое видео, да, как за здорово живёшь, потому что, ну, мягко говоря, совсем не по-хозяйски, так сказать, поступаю. Действительно, можно было бы попытаться что-то отремонтировать, но не хочет. Не хочет она. Опа, опять болтик улетел. Здесь у нас, ага, надо вот это вот откручивать. Ключик нужен, ключика нет. Скорее всего, там ничего интересного нет. Потому что вся схема, в принципе, она собрана в видеокарте частично. Вот, ну, и частично это вот уже непосредственно сам монитор. Там у нас уже всякие подсветки там идут. Так, всё, снимаем. Так, а что нам ещё тут не даёт? Ничего не могу понять. Странно. Вроде всё открутил. Ну, да, ничего тут нету больше. Как что-то держит. А что держит? А что держит, не видно. А, вижу. Спрятался за проводами ещё один. Назовём его так. А болтики, думал, саморез. Всё, сняли. Так, что у нас здесь? Ну, как я сказал, да, небольшая. Ух ты! Ну, в принципе, хорошая съёмка тут. Не пару элементов. Тут их несколько побольше. Тут мало-мало микросхем есть. В общем, как-то так. Надеюсь, надеюсь, на камеру видно. Раз. И блок питания ещё раз покажем два. Так что, вот такой вот. Устройство монитора. Любопытство своё я частично удовлетворил. Опа. Что-то у меня всё падает. Вот сам монитор. Вот он. Вот он, скорее всего, вполне возможно. Хотя, не факт. Это надо на что-то подкидывать, смотреть, проверять. Ну, вот, как я сказал, всё-таки я бы начал проверять именно с этого самого. Именно с конденсаторов. Потому что очень часто этого вполне даже достаточно. Значит, у нас... Какой здесь стоит? Чтобы посмотреть. Что-то плохо видно, кстати, какой он там. Не понял, а где название? Так, 680 микрофарад на 16 вольт. Один. Вот этот вздутый у нас... Как же, пока не выпаешь, короче, не увидишь. 470 микрофарад, 25 вольт. Вполне возможно... Пару-тройку деталей поменять, и всё будет работать. Ну, как я сказал, делать ничего не буду. Так что, как-то так. На этом у меня всё. Видео буду заканчивать. Так что, не ругайте. Не относитесь к этому видео очень строго, очень серьёзно. Что, да, вот разобрал, разобрал и выбросил. Вот так вот. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»